Открылся фестиваль уже сегодня и продолжится до 25 сентября. Всех любителей классики ждет четыре музыкальных вечера, рассказала Ольга Ростропович, дочь Галины Вишневской. В программу включены арии и сцены из опер, многие из которых входили в репертуар великой русской певицы. Так завтра на сцене Зимнего можно будет посмотреть оперу Верди Регалетта с трансляцией перевода на специальной светодиодной строке над сценой Зимнего. Это такая инновация. 24 сентября в программе фестиваля благотворительный концерт «Волшебный мир музыки» для детей и санаторно-оздоровительных лагерей края. Завершится фестиваль 25 числа одной из любимейших опер Вишневской – «Иоланта». Продумывая и составляя программу фестиваля в Сочи, я поняла, что его главными действующими лицами, участниками, я имею в виду участников фестиваля, должны стать солисты и оркестр Центра оперного пения, который мама создала в 2002 году и который стал смыслом ее жизни на протяжении заключительного этапа ее жизни. У нас многочисленные мероприятия, очень высокого ранга проходят, но мы сегодня, благодаря Ольге Сиславовне Росрапович, сегодня имеем более такой важный, будем говорить, патриотичный проект. Мы можем сказать, что опера в Сочи присутствовала когда-то, но мы не можем сказать, что такой проект у нас когда-то был. Добавлю, что 25 октября Галине Вишневской исполнилось бы 90 лет. В честь этого юбилея в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных культурных центрах России проходят мероприятия, посвященные легендарной певице. Оперный фестиваль в Сочи должен стать яркой страницей в этом широкомасштабном музыкальном приношении, считают организаторы фестиваля.